С 1 сентября 2016 года в России вступают в силу более жесткие правила сдачи экзаменов для получения водительских прав. По-новому придется сдавать как теорию, так и практику. Если раньше в ходе теоретического теста необходимо было дать правильные ответы на 18 вопросов из 20, то теперь за каждый промах нужно будет ответить на 5 дополнительных вопросов. При этом по-прежнему можно совершить лишь две ошибки, но в разных тематических блоках. Две ошибки в одном разделе и теория провалена. В случае допущения двух ошибок в двух разных тематических блоках, кандидату в водитель предоставлена возможность ответа на 10 дополнительных вопросов. По 5 из каждого блока в течение 10 дополнительных минут. При этом ошибку допускать нельзя. Произошли изменения и при сдаче вождения. Раньше, чтобы получить зачет по практике из 5 обязательных упражнений, можно было сделать 3. Теперь выполнять придется все 5 заданий и одно дополнительное. Кандидату в водители все так же будет необходимо тронуться с места на подъеме, въехать в бокс, проехать змейку, параллельно припарковаться, а также пройти новый элемент упражнения. Поворот на 90 градусов. Определены временные ограничения на выполнение упражнений. По 2 минуты на каждое. Имеется в виду категории B. Теперь штрафные баллы выставляться на данном этапе не будут. В связи с определением конкретных критериев, когда выставляется, оценка не сдал. Кроме этого, теперь экзамен по вождению при желании можно сдавать на автомобиле с автоматической коробкой передач. Отметка об этом впоследствии появляется в водительском удостоверении. Однако владелец таких прав управлять машиной с механической коробкой уже не может. Сдача экзамена остается бесплатной, при этом водитель пока по-прежнему платит госпошлину в размере 2000 рублей за пластиковое удостоверение. Борис Пучков, Дмитрий Шаталов, губерния 33.